Магистраль от Байкала до Амура называли в нашей стране Великой стройкой века. И она была проложена усилиями сотен тысяч строителей. Приближается круглая дата – 50-летие с начала строительства Байкала Амурской магистрали. И потому возрастает интерес к этой теме. Мы расскажем об одном из тех, кто в числе первых принял участие в этой грандиозной стройке. Без малого полвека прошло с того дня, когда в апреле 1974 года 17-й съезд комсомола объявил строительство Байкала Амурской железнодорожной магистрали всесоюзной ударной комсомольской стройкой. «Даешь бам!» – сказали представители первого отряда комсомольцев из всех союзных республик, одним из которых был и Павел Метлин. Прямо на съезде они торжественно пообещали отдать все силы и жар молодых сердец сооружению магистрали. И прямо со съезда строители отправились в далекую Сибирь. Комсомольцы сформулировали свое отношение к новому этапу освоения восточных районов страны – комплексному развитию производительных сил вдоль всей Байкала Амурской магистрали протяженностью в 5000 километров. Верный своим традициям комсомол взял шефство над грандиозной стройкой. Шел съезд, и мы зашли туда вечером вдоль рядов встали все вот эти 600 человек бамовцы, которые будущие бамовцы. Все прозвучали всякие напутствия, поздравления. Ну, оттуда и на поезд, и поехали. Ехали по всем вот этим городам, где, начиная от Москвы, дальше и пошло-пошло. Остановки, встречи, митинги. Ну, в общем-то, конечно, большое внимание уделено пропаганде этой стройке, видимо. Ну, потому что народу приходило много, а мы так потихонечку ехали. Ну, доехали до Тайшета, разделились. Одна группа поехала прямо в Уськут, а вторая группа направо через Иркутск и в Тынду. 23-летний Павел Метлин был направлен в Уськут, небольшой городок, где тогда кончалась железная дорога. Перед тем, как принять решение ехать на БАМ, он ни минуты не колебался. Ему очень хотелось быть там, быть в первых рядах. Поддержала его и совсем еще молодая его жена Людмила. На вертолетах отряд перевезли в место, где позже будет построен поселок Звездный. Вот мы приехали, там стояло три палатки, вот этот домик. И все. И шло строительство столовой. Ну и все, и больше там ничего не было. Все. Вот мы начали сразу себе палатки ставить, готовить места. Все там начиналось тогда с нуля. Половину отряда отправили на прохождение просеки. Это была очень нелегкая работа. Просека – это 64 километра. Под железнодорожный путь, под мосты, под искусственное сооружение. Все. Вот просека шириной там, ну, 20 метров, не знаю, сколько, какого, где как. Вот, где по склонам, где по этим самым, по низинам, где по берегам, где, ну, вот эта дорога шла, должна пройти. А вот этого города Уськута, через Лену должен был мост построен потом. И вот это все 64 километра до поселка Звездного. Герою нашего репортажа и его товарищам поручили сооружение пилорам, где будут изготавливаться различные пиломатериалы для строительства жилья и объектов социальной сферы. Но сначала нужно было сделать лежневку. Лежневка – это что? Это пилят бревна и укладывают дорогу. Вот первая моя работа была, я эту лежневку до трассы, там, вот, небольшой участок, метров 200, до пилорамы. Потом мы должны были строить эту пилораму. Все, лежневку построили, начали пилораму. Пилорамы – это две такие рамы в комплексе стоят, которые пилят вдоль бревна для получения досок и бруса, из которых потом строят дома. Ну, в общем, все идет пиломатериал на строительство поселка. Вот эти мы две пилорамы строили в вечной мерзлоте. В сентябре на вертолете прилетела из Усть-Кута его жена с дочкой. Первую неделю они прожили в общей большой палатке, где для молодой семьи было отгорожено место. Затем им выделили комнату в сборном жилье из вагончиков. Конечно, было нелегко, но главное – они строили бам. На их глазах творилась настоящая история. Первое событие – это приход первого поезда в поселок Звездный. Это в 1975 году. Вот вы видели Леонов? Это вот он приехал на наш первый поезд. Это вообще первый поезд пришел на баме. Дальше пошли там другие поселки и так далее. Но самые важные события для нас, вот мы же приехали в Звездный, ничего не было, ничего. И вот он поезд уже гудит, приехал Звездный. А до этого все там уже за год понастроили. Дома, детские сады, котельные. Ну, все понастроили, все понастроили. Но это же не только работой занимались. Народный театр «Молодая гвардия» создался там. Из тех ребят. Вот, вот она, «Молодая гвардия». Соревнования спортивные, самодеятельность. Ну, это же жизнь там была вот прямо била ключом. Нередкими гостями на строительстве бама были известные спортсмены, артисты, писатели, космонавты. Они старались поддержать тружеников. И государство высоко оценивало трудовые подвиги лучших из лучших. И пока мы там работали, из нашего коллектива трое человек еще получили звание Героя соцтруда. Которые с нами вот так работали. В том числе двое из отряда, который приехал вот с 17-го съезда. Это вот как раз знаменитый бригадир Бондарь, который на стыковке золотой был, он отсюда шел. А оттуда – Варшавский. И вот в 1 октября этого года вот это все случилось, они там сошлись. Вот поэтому стимул-то был и у всех работать. Впереди у Павла Метлина было еще много жизненных поворотов и ярких событий. Активный молодой человек, общественник, был замечен. Через пять лет после приезда он избирается председателем профсоюзного комитета «Треста Ангарстрой». И на посту профсоюзного лидера продолжает свою работу, защищая интересы тружеников. 24 года из жизни Павла Метлина связано с Байкало-Амурской магистралью. В суровых северных условиях, через неприступные горные хребты, прошла дорога, возведению которой отдали свои лучшие годы ее строители. С момента ее создания она имела огромное значение для транспортного обеспечения регионов Дальнего Востока и внешнеторговых связей. А в настоящее время, с учетом переориентации грузопотоков на Восток, развитие БАМа приобрело еще большую значимость. Как поется в песне «Здесь вырастает не только дорога, здесь мы и сами растем». Сколько бы лет ни прошло, но в сердцах тех, кто стал участником этих событий, по-прежнему живут БАМовские дни, полное желание добиться намеченного, самоотверженного труда и настоящей любви к своей родине. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Баска! Баска! Продолжение следует...